Шалом, дорогие друзья, шалом, сейчас всем хочется мира. Знаете, давайте о чем сегодня поговорим. Вот как все сегодня переживают, что будет завтра, что произойдет. Там война идет, тут войной угрожают. Земля, Израиль, смотрите, 8 войн одновременно, что происходит. Очень все просто. Давайте рассмотрим эту ситуацию, например, с точки зрения нашей науки, нашей еврейской науки. Млахим, источник возьмем. Там в конце 6 главы рассказывается о том, как арамейский царь Бен-Адад осадил столицу Северного Израильского царства. В городе был ужасный голод. И когда уже ситуация совсем обострилась, пророк Илиша говорит, слушайте слово Господне, люди. Завтра утром еда будет за копейку, питье за копейку. Это в осажденном городе, где вообще уже люди гибли с голодом. И один сановник выскочил вперед, царский, и сказал, такого быть не может. Если бы даже Бог открыл окна в небе, то и тогда этого не могло быть. И Илиша ему говорит, что нет, слово может свершиться завтра, но ты этого уже не увидишь, потому что ты не верил в это. То, что произошло дальше, хорошо известно многим. Потому что этот отрывок, он входит в автора в недельной главе Тазрия Мицера. И там рассказывается история, что там четверо больных царат, когда поняли, с голоду умирают, решили пойдем к лагерю уже этих, пусть нас убьют. Подошли, лагерь пустой. Прибежали в город, сообщили, что что-то произошло такое. А дело в том, что Всевышний напугал армейцев, они услышали грохот колесниц, там с лошадьми, там шум войска. Короче, неважно, мы не об этом, убежали. В ужасе покинули лагерь, и измученные горожане бросились в воротах опустошать лагерь армейцев, а этот чиновник встал в дверя, сказал, не пускал, его затоптало. То есть, пророчество исполнилось полностью. И от всех, которые не верили, они пострадали. И вот есть глубочайшая связь между рассказом о походе разведчиков и вот той историей, которую я только что рассказал. В истории нам известно, что по настоятельной просьбе сынов Израиля отправили разведчиков. И тут вопрос в чем? Мы не будем сейчас разбирать галактические нюансы. Сначала отправили, не так они сказали, народ начал роптать, сказал, плакал 9 ава. Что произошло в 9 ава, мы знаем. Поколение, которое видело такие чудеса, было обречено остаться в пустыне, и с тех пор каждое 9 ава есть какие-то проблемы. Это был один из самых трагических моментов в истории народа, и он оказал влияние на всех, включая нас. И нам надо разобраться, что что-то такое произошло. Дело в том, что здесь раскрылась самое неприятное. Существенный духовный изъян людей и отдельных, и всего народа. Не веря к Творцу, не доверя к пророку. Стоявшего Маше во главе, все такие вещи видели. Есть некоторые недоверия. А вот может он нам дать это? Ну да, вот воду дал, а вот мясо даст. Так и мы с вами. Мы смотрим, посмотрите, то поколение видело бесконечную силу Всевышнего. И началось тоже там, потому что человек слабый, да? И все чудеса видны, все-все-все. И весь жизненный опыт вообще народа, Израиля всегда, во всех поколениях, свидетельствовало прямой божественного управления со стороны Творца. И задача поколения исхода была в том, чтобы весь этот опыт превратить в веру, в доверие. И наша, то же самое, та же задача стоит сегодня перед нами. Наш жизненный опыт показывает. Сейчас очень многие там паникуют. По-человечески понятно. Но тут надо совсем за другое переживать, за степень близости к тому, кто может защитить любого. Верить и доверять, вот как кричать, мясо даешь. Ну вчера же защитил, позавчера защитил. Все рассказывают историю войн, там чудеса войны Судного дня. Чудеса, чудеса. А кто эти чудеса совершил, скромно умалчивает. Так вот, почему верят, что тогда да, а сейчас нет? Вот есть одна причина. Когда духовный уровень людей, каждого отдельности и народа уменьшается до такой степени, что начальство совсем уже расстраивается, это и есть проблема. Недостаток доверия Творцу, вот когда мы сами не доверяем, это мы сами провоцируем и пробуждаем проблему. У другой нет проблемы. Так относится к каждому в жизни, к народу и к человеку. Разведчики и все это поколение были великими праведниками. Но проявленное ими недоверие породило в них и в нас, к сожалению, тоже такой недостаток, требующий исправления. Это тяжелое наследие наших предков. Это работа на всю жизнь. Если мы видели, как Творец помогал нам раньше, если мы живы-здоровы сегодня, почему мы считаем, что завтра будет не так? Это испытание, но для нас и есть такое. Переживать, что будет, можно, но это ничем не помогает. Ну, кроме того, надо помнить, что земля Израиля – это такое место соединения земного и небесного. И то, что происходит в земле Израиля, нельзя рассматривать, не учитывая божественного фактора. Поэтому все прогнозы там будет так, будет так, они не работают по одной простой причине. Вот может один урок, одно выученное слово, одно доброе дело сдвигают. Это не шутка, это факт, так мир управляется. Может быть наш урок уже остановит войну и все. А то, что мы верить должны тому, кто всегда может исправить ситуацию, это сто процентов. Брахавы от слыха.